Согласитесь, свадьба это значительно больше, чем просто штамп в паспорте. Белое платье, океан цветов и вера в то, что жизнь молодой семьи будет долгой и бесконечно счастливой, словно в сказке. Это день, когда сбывается детская заветная мечта каждой девушки. Жительница Мирнограда Наталья Павленко с теплотой вспоминает день рождения ее семьи. А еще делится, что каждая деталь в виде свадебного букета и прочих мелочей – это еще и доброе напоминание о радостном дне. А потому она решила создавать свадебные аксессуары своими руками. Я свою свадьбу так пережила, очень трепетно, мне очень все это близко было. Мы на свою свадьбу и арку сами делали, подружка помогала, мама, делали арку, украшали зал сами. И как-то после этого захотелось этим заниматься, остановилась именно на свадебном. Наталья, улыбаясь, говорит, жаль, что нельзя этот день повторить снова. Сегодня творческая натура сделала бы этот праздник уже иначе. Вот, к примеру, сегодня ленточки «Дружка и дружки» – это пережиток прошлого. Сейчас уже из моды вышли ленточки красные, которые мы раньше перевязывали. Сейчас это, ну, уже бутонерки тоже нет, сейчас уже вот такие вот значки. Они одеваются, ну, на костюм, соответственно, на платье, остаются на память, занимают немного места. Ну, на теле не закрывают ни костюм, ничего, ну, как ленточка, допустим. И вот так обозначается. Также можно обозначить свадку, свата. Много лет назад платье невесты было исключительно белым. Сегодня не стоит строго придерживаться этого канона. Наталья советует смело экспериментировать с цветами и оттенками. Отдельное внимание, по ее словам, стоит уделить свадебному букету. Именно его дарит жених сразу после выкупа невесты. Здесь возможности дизайнера вообще не ограничены. Розы тоже делаются вручную, каждый лепесточек, все это складывается. Все это очень кропотливая работа, но, тем не менее, она интересная. Она захватывает, время, пока место его делаешь, пролетает очень незаметно. Дополняются они и стразами, и камнями, брошками. Очень популярные брошь-букеты, там, где много брошек, и практически они заполняют весь букет. Эти букеты также сейчас стали актуальны и на дни рождения, и на выписку из роддома, и на годик. А как вам вот такой сундучок ручной работы? Ажурные нарядные подвязки для невесты и стильные папки для свидетельства о браке. На этих мелких деталях, напоминаниях о светлом дне, наша героиня не остановилась. Из атласных лент стразы бусинок собирает яркие ленты для новорожденных. Это я, как свое творение, так их называют. Ну, как вот я чувствую, так и говорю. Вот желто-оранжевый я сделала как-то, ну, на осень я хотела. Ну, на лето, либо, ну, кому нравится, на осень. Ну, когда оно солнечное, яркие такие цвета. И золотой тоже изначально, когда собиралась его делать, тоже думаю, он для золотого ребеночка. Он как бы, ну, он и для мальчика, и для девочки подходит, для любого золотца из роддома. Всю эту красоту девушка создает для родных и друзей. Чтобы букет, значок или крошечная подвязка напоминали им о важном событии в их жизни. Помогает Наталье и ее пушистый золотистый красавец Кот по кличке Персик. Он внимательно следит за качеством работы. В свои творения мастерица вкладывает самые светлые чувства. И рада, что они станут маленьким, но таким ярким украшением праздника.